Лёд на водоёмах продолжает таять и практически везде уже отошёл от берегов. Однако не всех любителей зимнего лова это пугает. Это кадры спасения рыбаков на водохранилище «Дрозды». Их жизни буквально висели на волоске. Первым на помощь бросился неравнодушный очевидец. Когда прибыли спасатели, один из мужчин уже был в лодке. На берегу пострадавших осмотрели врачи скорой помощи. Если бы не спасатели, финал был бы совершенно иным. На водохранилище «Дрозды» практически нет льда и выхода на лёд тоже нет. Два рыбака зашли со стороны агрогородка Аждановича в очень неприметном месте, на котором, как нам кажется, вообще зайти очень проблематично. Но всё-таки они нашли выход на этот лёд, пошли рыбачить. И, как видите, ситуация показала, что этого не стоило делать и провалились. Время утепелей для спасателей – одно из самых напряжённых. Сотрудники освода мониторят ситуацию на водоёмах в режиме 24 на 7. Ежедневно выходят в профилактические рейды. Очередная проверка прошла сегодня на Заславском водохранилище. В результате рейдового мероприятия рыбаков на Заславском водохранилище нет. Это не может нас не радовать. Значит, что лёд всё-таки тонкий. Люди осознают, какая это ответственность за свою жизнь и не рискуют ею. А свод не устает напоминать о правилах безопасности. С рыбаками постоянно проводят беседы, раздают наглядные печатные материалы. Несмотря на предупреждения, без трагических случаев не обходится. В этом году на водоёмах погибли уже более 20 человек. «Проводились эти дни рейдовые мероприятия по недопущению нахождения рыбаков на льду. Лишний раз напоминали, что они должны иметь при себе жилет. В последнее время положительно принимают все замечания и стараются впредь не допускать этого». На водоёмах опасно. Лёд тронулся в прямом смысле. Поэтому сезон зимней рыбалки завершён, считают представители освода. В районах по очереди вводят запрет выхода на лёд. Алина Мычков, Владислав Хаткевич, СТВ.